Что касается животноводческой продукции, так же, как у многих других регионов, у нас было время, когда эпизодическая ситуация где-то нам помешала. Три года назад у нас была африканская чума свиней. Мы водили ЧАЭС и, слава Богу, благополучно решили, сегодня мы чистый регион. Потом появился птичий грипп. Слава Богу, тоже решили, теперь этой заразы у нас нет. Мы практически очистились от лейкоза своими силами. У нас всего пока в четырех хозяйствах остался лейкоз, но в ближайшее время мы уверены, мы стадообновим, и лейкозу тоже не будем. Избавиться от этой заразы тоже непросто, мы все понимаем, да? Где-то мы пострадали, пострадало и поголовье, но, тем не менее, уже оно восстанавливается. И в целом у нас полностью, пока я боюсь глазить по всем заразным заболеваниям, будет благополучный регион, что нам позволит в дальнейшем, конечно, уже задуматься об экспорте. Все-таки надеемся, что в конце года в декабре и в январе мы начнем поставлять мясо птицы в другие страны. Мы для этого все делаем, все для того, чтобы подготовить предприятие к этому. Кроме этого, аккредитуется сегодня предприятие по переработке молочной промышленности. В ближайшее время мы здесь тоже рынки определили, мы получаем заключение, в ближайшее время тоже получим и будем готовы поставлять молочную продукцию в другие страны. 200 тысяч тонн у нас молока лишнего, мы понимаем, что только продавая на сторону, по нормальным ценам, мы можем обеспечить нормальные цены для сельхозтоваропроизводителей. Одной из основных проблем является, конечно, то, что мы умеем производить, но не умеем продавать. Мы не готовы оказались продавать, тем более в другие страны, но ситуация быстро меняется. Мы столкнулись и с проблемами лабораторий. Пока, понятно, нам приходится возить продукцию в соседние регионы для того, чтобы проводить анализы. В Татарстан в данном случае мы рассматриваем вопрос, ищем земельные участки и помещения для строительства серьезной лаборатории. Предварительное одобрение со стороны федерального, скажем так, министерства есть, мы поэтому рассматриваем этот вопрос и готовимся. Есть продукция, она у нас качественная, у нас экологически чистая. Сегодня много говорили о зеленом бренде, об экологически чистой продукции. У нас еще регион, где 45% всей продукции сельскохозяйства производится в ЛПХ. В ЛПХ это значит меньше химии, меньше пестицидов, физикцидов и так далее, это большой плюс. Это сама занятость населения, приобщение к труду и так далее, это большой плюс. Но большой минус, в одиночке продавать сложно, поэтому нужно кооперироваться. Программа действующая есть, кооперируемся, создаем кооперативы по переработке молочной продукции, мясной продукции. В основном у нас часто выявлялся, как во многих других, наверное, регионах, фальсификат молочной продукции. После введения системы Меркурий ситуация, конечно, в корне начала меняться. Понятно, еще с ноября дополнительно другие виды продукции тоже попадут под действие, да, на законах. Но в целом уже ситуация меняется. К сожалению, тяжело проследить. Мы, кроме как продаем 18 других регионов свое молоко, так же и покупаем. Есть населенческое молоко. Оно, к сожалению, тоже менее качественное. Там антибиотики, проследить тяжело, ну и так далее. С этим мы боремся. Молоко становится качественнее, в том числе и населенческое. На полках фальсификат становится меньше. Это однозначно. Но в ближайшее время, я думаю, в целом понимание есть. В рамках межведомственного взаимодействия все службы цели, задачи понимают. И я считаю, что ситуация в корне изменилась. И все еще впереди. Сегодня ведется полный контроль качества продукции производимой. И в частных, ну, в ЛПХ, как мы говорим, личных подсобных хозяйствах. И в хозяйствах, во всех районах есть подразделения, бедслужбы. Россельскуснадзор тоже выполняет свои функции, я считаю, довольно-таки качественные. Что касается оснащения, сегодня лаборатории оснащаются. Мы на себе прочувствовали, когда, как я говорил, у нас была африканская чума свиней и так далее. Мы поняли, что нам не хватает. Мы быстро исправились. В принципе, сегодня, понятно, совершенству нет предела, но основное для работы все есть. Все заявки ведслужбы сегодня республика удовлетворяет. Денежные средства выделяются. И поэтому ждем дальнейших предложений. Даже мы их теребим. Давайте быстрее новые предложения, что нужно сделать для вас. То есть, пока не было никаких ограничений в этом плане. Мы понимаем, что все нацпроекты, они заточены на увеличении демографической ситуации, продолжительной жизни и так далее. Без употребления качественных продуктов сделать это невозможно. И продать на экспорт тоже невозможно. Все страны над этим задумываются. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова